С вами Галина Дегтярева и это программа «Культурный код». Мы рассказываем об интересных и значимых явлениях, людях и событиях Хабаровского края. Легоспас – это добровольческий поисково-спасательный отряд. Сколько человек в этом сезоне вы уже спасли? За июль месяц четыре случая спасения в лесу. Ежегодно в России пропадает около ста тысяч человек. Примерно четверть из них – дети. В Хабаровском крае уже более семи лет на поиски пропавших выходят добровольцы поисково-спасательного отряда «Лига Спас». За это время небольшая группа энтузиастов превратилась в слаженную обученную команду. Обучались на площадке Российского университета спецназа. Они для нас разработали программы. Но одно остается неизменным – добровольцы помогают абсолютно безвозмездно. Их главная цель – найти пропавшего и успеть спасти жизнь. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Галина. С чего все начиналось? Лига Спас – это добровольческий поисково-спасательный отряд Хабаровского края. Еще немного мы действуем и на территории Еврейской автономной области, помогаем соседям. В 2016 году в январе месяце пропала девочка в Еврейской автономной области. Ее похитил преступник перед тем, как она заходила на территорию школы и увез в неизвестном направлении. Я, как и многие, наверное, неравнодушные люди, следили за этими поисками, переживали. Так как у меня две дочери, я тоже переживала и думала, как же там бедная мама, да, как переживает. В конец рабочего дня я позвонила на телефон горячей линии и спросила, нужна ли помощь. Мне ответили, что да, нужна, нужны автомобилисты, нужны люди для прочеса местности. И, собственно, на следующий день, не зная, где это находится, куда мне ехать, все загуглила и поехала вместе со своими родственниками, друзьями. Мы поехали на поиск. В тот день девочка нашлась благополучно, с ней все, нашли ее сотрудники полиции. Но я начала интересоваться поисковыми вот такими отрядами. Я не знала до этого, что есть поисковые отряды, что есть добровольцы. А вообще какие-то у вас были до этого навыки? Нет, никаких навыков не было. Я понятия не имела, как искать. Я не понимала, куда мне ехать, что мне делать. Просто это был просто телефонный звонок, вот оно начало. Да, да. То есть у вас есть основная работа, которая приносит вам доход. И получается, после работы, вы мама еще двоих детей, после пяти вечера, вы отправляетесь на поиски. Ну, мои дети уже взрослые, они нуждаются в моем сопровождении. Но в отряде это абсолютно разные люди. Это жители городов, сел, обычные жители, которых, наверное, вот для которых эта тема интересна поисковая или не или, наверное. Неравнодушные. Да, это люди, которые неравнодушны к чужой беде. Это люди разных профессий. У нас несколько направлений деятельности. Если человек хочет принимать участие в каких-то направлениях, то не обязательно, что он выходит в физический поиск. Он может заниматься направлениями медийности, он продвижением занимается. Это снимает видео о нашей деятельности, архивы контролирует наши, которые мы потом со СМИ работаем. Это можно готовить тексты по безопасности. Мы ведем просветительскую работу в соцсетях, записываем радиоэфиры по безопасности. То есть очень много направлений, где людям интересно себя применять. Как вы узнаете о беде? Только из СМИ? Как можно обратиться к Лиге Спас? К нам может обратиться любой гражданин, если у него пропал близкий человек. К нам обращаются также сотрудники полиции, Следственного комитета, и мы стоим в цепочке оповещения 112 по лесу. А в среднем сколько у вас заявок проходит в месяц? В месяц не скажу, потому что есть определенная сезонность. Допустим, в январе это поменьше заявок. Но вот если в прошлом году у нас поступило около 500 заявок в год, то на сегодняшний день за полгода мы уже выполнили более 500 заявок. Есть ненайденные такие категории, которые поиск продолжается. Мы не бросаем поиски, мы продолжаем репостить их, но понимаем уже, что, возможно, эти люди никогда не будут найдены. И такие истории достаточно частые. Далее, есть категории населения, к сожалению, которые найдены погибшими. Не всегда у нас найден жив, но чаще всего все-таки найден жив. Когда надо подавать заявку, как правильно ее делать, чтобы исход был положительным. Вот как только вы поняли, что ваш близкий человек не на связи, что он не прибыл из точки А в точку Б, я считаю, что подавать заявку надо сразу. Даже сутки не ждем? Нет, 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 ничего не ждем, никак не ждем. Могу сказать точно, что самые беззащитные слои населения – это пожилые люди, инвалиды и дети. По ним мы начинаем действовать сразу. Не существует понятия трех суток ожидания. Подаем заявку сразу и заявление в полицию сразу, как только поняли, что человек пропал. Чему вы обучаете и кого? Мы обучаемся сами, обучаем наших новичков. Это картография в первую очередь, это владение гаджетами, чтобы зайти в лес и выйти из него. Надо обязательно держать в руках либо компас, либо какой-то навигатор, который точно подаст дорогу домой. Мы обучаемся первой помощи, для нас это очень важно. Мы ходим все в лес с аптечками, радиосвязи, правильная радиосвязь. Сейчас волонтеры у нас заходят в группы только с радиосвязью в лес, потому что мы это расцениваем как безопасность группы, когда штаб может контролировать, все ли у группы в порядке. Если пропавший найден в лесу, ему нужна помощь, то группа связывается по радиосвязи и запрашивает помощь в виде автомобиля, либо дополнительных групп, которые могут прийти, помочь, вынести. А группы – это сколько человек? Именно про поисковую, если говорить. 5-7 – это максимальное в лесу. А вообще в Лиге Спас сколько человек трудится? Вот сейчас 47. У нас в основном составе – это только Хабаровск, 10 поисковиков – это Комсомольск, и 2 инфорга – это Еврейская автономная область. Вы сказали по поводу компасов, гаджетов, навигаторов, карт и так далее. Техническое оснащение – чье, на ком оно? Мы в грантах участвуем. Выиграли в прошлом году, мы получили оборудование по гранту. Кроме того, нас поддерживает оборудованием и национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Оборудование – это для нас такое технический отряд, хорошо оснащен, есть знание управлять этим оборудованием. У нас есть квадрокоптеры, один с тепловизором, другой без тепловизора. То есть мы поднимаем, смотрим местности. У нас обученные есть операторы ВПЛА. А вообще финансово вам кто-то помогает? Финансово мы не принимаем никакой помощи. Я всегда говорю, что мы не несем коммерческого какого-то такого уклона. А граждане, которые боятся или по каким-то причинам не могут вступить в волонтерское движение, но хотят помочь, могут это сделать? Материально? Ну, может быть, какими-то другими способами. Как? Я не вижу таких способов. То есть если граждане интересуются, они могут зайти и помочь нам в любом другом направлении. Создавать ориентировки, помогать нам, допустим, в профилактической работе. Таких людей может быть много. Может быть, кто-то тексты умеет писать по безопасности. Да пускай будут в отряде и будут заниматься тем, что интересно. На самом деле у нас спектр направлений очень большой. Любой человек с любыми навыками может себя применить. Но материальную помощь мы от граждан не принимаем. А еще я прочитала, что у вас, у основного состава, именно у основного состава есть позывные. Да. Как они придумываются? Вот какие-то истории есть интересные? Да, у нас у каждого есть позывной, потому что 5 Ань, 10 Оль, 4 Даши. И в рацию не очень удобно называть всех по имени. Когда человек еще не в основном составе, отряд заранее накидывает несколько вариантов позывных, таких, которые ассоциируются именно с этим человеком. Этот человек ведь нам знаком, мы уже с ним походили в поиски, это наш человек. И потом из 3-5 позывных человеку предоставляется этот список, и он выбирает то, что ему ближе. Когда меня спрашивают, как зовут или фамилия того или иного волонтера уже с позывным, то у меня такой некий ступор, потому что не только у меня, потому что мы все друг друга называем по-позывным. Даже в обычной жизни? У вас недавно появился дом. Да. Для чего? Во-первых, нас много, и нам даже негде собираться. Мы уже приезжаем в какое-нибудь кафе, и, конечно, мы шумные, и мешаем другим посетителям. И поэтому собираться нам фактически негде. Когда приезжает 40 с лишним человек на сбор, мы не можем обсудить даже какие-то свои детали, мы постоянно куда-то просимся, пустите нас для обучения и так далее. В первую очередь, это дом для отряда, для основного состава, где мы будем хранить наше оборудование, где будут проходить наши собрания, потому что вопросов рабочих очень много. Это нам нужно оборудование и кабинеты для того, чтобы обсуждать даже поиски внутри координационной, так скажем, группы. Когда мы выводим на экран треки, когда мы анализируем, что в этом поиске мы можем еще сделать. Мы можем приглашать сотрудников силовых структур для того, чтобы, так как у нас есть много совместных поисков, чтобы как раз проводить такие рабочие совещания, чтобы уже не проводить их в машинах. Оборудование. Кроме того, мы занимаемся поддержкой воинов СВО, и нам тоже нужно помещение для этого. При этом у нас есть замечательная группа профилактической работы. С детьми мы занимаемся в школах, а родителей мы будем... Вот вчера была на конференции педагогической, посвященной как раз вопросам детства и родительства. И мы будем активно приглашать родителей на нашей площадке, потому что необходимость обучать родителей по детской безопасности в интернет-среде и окружающей среде, это очень важно. Мы хотим, конечно, работать на улучшение статистики. А вот по поводу статистики раз заговорили, сколько человек в этом сезоне вы уже спасли? Даже в году, не в сезоне. А вот давайте не в году, а в июль месяц, а 4 случая спасения в лесу. Есть ли какие-то особенности в чем или с чем выходить в лес? Если мы идем в частном порядке просто погулять за грибами и ягодами, есть особенности. Обязательно рюкзак с бутылочкой воды, даже если воду выпить в первый час, то в любом случае есть какие-то ручьи, куда набрать воду можно. Это спички, либо зажигалка. Если вдруг не смогли выйти из леса, то хотя бы развести костер, чтобы согреться, чтобы не замерзнуть, потому что ночи тоже бывают прохладные и летом. Это какой-то перекус, чтобы поддержать свои силы. Далее, одежда. Желательно одежда со светоотражающими элементами и яркими элементами. Как правило, грибники и ягодники заходят в лес в зеленой одежде, либо в одежде такой в осенний лес, в осенней раскраске. Да, коричневый свитер, вперед. Сливаются, камуфляж одевают, зеленые резиновые сапоги, зеленая кепка и камуфлированный рюкзак. И все. И найти такого человека, даже если он лежит, обессилел, мы не услышим отклика. Но при этом мы еще и достаточно сложный у нас лес, все-таки трехъярусный, кустарников много. Мы просто не сможем увидеть данного человека. И такие не найдены в наших лесах достаточное количество. Те, которые зашли, и мы просто не смогли найти. Ни мы, ни сотрудники МЧС, спасательных служб и так далее. Поэтому обязательно светоотражающие элементы, что позволит нам в темноте высветить хотя бы фонарем. Вот. Либо оранжевые жилеты, они недорого стоят, зеленые, оранжевые, те, которые есть у водителей. Обязательно пауэрбанк и телефон заряженный. А если он не ловит в лесу, зачем он? 112 набираем, горячая линия работает всегда. Плюс мы можем найти человека по звонку, да, кое-где в лесах есть связь. И можем научить его скинуть нам координаты, геометки. То есть были такие случаи, когда у человека пробивается интернет-связь, и он может нам скинуть свои координаты. Тогда группа их получает и заходит точно на место и выводит, выносит человека, помогает ему выйти к дороге. Вот. Поэтому это обязательно. Фонарь должен быть, потому что не все выходят из леса днем, как планировали. Бывает такое, что лес кружит. Даже опытные грибники, бывает, вот заплутают. Особенно если возраст уже вовремя не успевает выйти, что-то произошло, там давление присел. Ну и в общем-то. И еще надо обратить внимание тем, кто ориентируется хорошо по солнцу, что заходите вы в лес по солнцу, но погода может измениться, небо становится серым, и по солнцу уже выйти не удастся. Тоже такие случаи были, поэтому лучше иметь в руках компас, либо специальные программы, закачать на телефон, они все есть в интернете, и по ним, по треку можно выходить, там не обязательно присутствие интернет-связи. А сами вы где обучаетесь? Как проходит у вас обучение? С 2018 года мы выезжали в Грозный, обучались на площадке Российского университета спецназа. Они для нас разработали программы, где обучали нас тактики поиска. Понятно, у них специфика несколько иная, но тем не менее есть схожие моменты. Обучали нас по радиосвязи, картографии, проводили нам тренировки. Сюда приезжают тоже тренеры и наши наставники с Российского университета спецназа, которые нас здесь обучают на ежегодных учениях. Мы сами свои местные учения проводим для наших волонтеров и для всех желающих, кто хочет посмотреть, что такое поиск в учебном таком формате. И, собственно, вот в этом году мы только вернулись с учений недельных. Это проходили они в Сочи при поддержке МЧС, нас обучали профессионалы. Могу сказать, что с каждым годом уровень таких учений растет. И наш уровень, что радует, мы тоже уже подготовлены к таким специалистам, получению информации от них и показываем, как правило, хабаровский отряд показывает достаточно высокие результаты при проведении таких учений. А есть ли чему учиться? Конечно. Все-таки за 7 лет это уже большой кладезь информации. Был выучен, отработан, все равно находится что-то новое. Нет предела совершенства. Первую помощь всегда надо, навык отрабатывать. Потому что все знания по первой помощи, которые не практикуются, если не тренироваться, то они будут забыты. И когда понадобится, то не факт, что навык будет и сможете помочь. Да, правильно. Первая помощь, да, точно. Картография тоже самое. Навыки нужны, работы с картами. В отряде заходят постоянно новые волонтеры. И мы, конечно, должны подтягивать в знаниях их. Даже мне есть чем учиться. Это применение различных технических знаний. А есть у вас самое нелюбимое место? Получаете заявку? Ой, ну опять этот лес, ну как-то вот так вот. Лично я не очень люблю искать в городе. Ну это моя такая история. Казалось бы, так много людей вокруг. Да, потому что если ребенок зашел в подъезд, да, в вечернее время, поздно вечером, то вот перед нами стоят дома. И как прочесать эту территорию, особенно поздно вечером, непонятно. То есть очень много коробок, которые стоят, и вот их надо прочесывать. Не люблю, потому что в городе больше возможности спрятаться сознательно. Лес — это более такая логическая история, когда мы понимаем, есть точка входа в лес. Мы понимаем среднюю скорость человека по лесу. Понимаем примерно, в каком секторе. Можем проанализировать, какие линейные ориентиры, куда бы он вышел, где бы он не прошел. И в данном случае, да, нам проще работать по лесу. Но опять же скажу, что лес не всегда отпускает людей. Бывает, что группа в 20 человек заходит в лес. Разные группы в составе, там, общая сумма людей в 20 человек. Прочесываем несколько дней подряд, но найти не можем, потому что леса у нас огромные просто. Спасибо вам большое за интересный разговор. И желаю только успеха, чтобы все были найдены. Спасибо вам за интерес к нашей деятельности. На этом я, Галина Дегтярева, с вами прощаюсь. Мы продолжим исследовать культурный код Хабаровского края в следующих программах. До встречи через неделю на телеканале 6 ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok